Привет, YouTube! В этом видеоролике я хочу поговорить про пранк. Люди, которые занимаются пранком, называются пранкерами. Пранк достаточно популярный формат на всем YouTube. На самом деле я взял достаточно скучную для себя тему пранк, но пранк многим нравится, потому что это очень хорошее развлечение. И некоторые люди, я так считаю, этот формат имеет право на жизнь. Пока есть YouTube, я считаю, и есть такой формат, как пранк. Он отличается от других форматов, что здесь больше идёт либо это какой-то розыгрыш на камеру, либо люди, пранкеры звонят своей жертве. И жертву не догадывается, что этого человека просто тупо разыгрывают. Я, насколько вот смотрю YouTube, мне пранк вообще не интересен этот формат. Но я понимаю, как другим людям нравится этот формат, поэтому этот формат до сих пор ещё востребован зрителями YouTube. Людям нравится шутить, но они стараются и делать что-то на показ. То есть на камеру и людям интересна реакция. То есть, скорее всего, больше негативная, чем позитивная. Но бывает, что пранк, который снят на камеру, он бывает вызывает улыбку, потому что люди понимают, что не сколько это негативно, а сколько это может выйти в итоге смешно. Я считаю, чтобы сделать хороший пранк, нужен хороший план. Это как выбрать хорошую жертву. И тут я просматриваю видос и понимаю, что я слово «жертва» съел. Короче, «жертва». В итоге оказаться, что это хороший розыгрыш. Я считаю, что не все люди понимают шутки, и иногда это может чем-то плачевным закончиться. Сейчас вы смотрите «Черный юмор. Неудачные пранки в гетто». Этот ролик вы можете посмотреть в ютубе, набрать «Черный юмор. Неудачные пранки в гетто». Как видите, в этом ролике показано, что пранкер или другой пранкер сидит, разговаривает с черными людьми, их разыгрывает. И черные люди, в общем, ну не негры, а черные люди, понимают, что они не понимают юмор и начинают бить пранкера. И в итоге они начинают дальше проявлять свою агрессию. Вот такие есть случаи с пранкерами. Есть пранк с очень смелым пранком, где пранкер хочет ограбить просто обычного человека у банкомата. И видно, что люди окружающие не понимают юмор пранкера. И в итоге это не очень хорошо заканчивается. Пранк! Оооо! В ютубе я решил набрать просто пранк. И мне выдало рандомное видео «Школьник покупает перезервативы». Пранк. Этот видос набрал 2 миллиона. Всем привет, Семья Горёвка. Это первое видео на этом канале. И я хочу сказать, что это будет очень интересное видео. Если вам понравится, поставьте лайк, напишите комментарий, нажмите колокольчик и подпишитесь на данный канал. В общем, тема заключается в том, что я придумал пранк, но мне для этого пранка нужны были актёры. Поэтому я сделал историю в ВКонтакте и в Инстаграме. Что в нём такого особенного, я не знаю. Я начал смотреть этот видос. Меня вроде вызывала улыбка, что это «Школьник снимает». Он в очках. Не знаю, зачем он надел очки, чтобы, наверное, круче быть. Потом дальше по сценарию там идёт, что там девочка выше одного мальчика. Девочка, логично, она старше и выше. Мальчик, он вроде 13 ему лет. Как рассказывает автор этого ролика. Нашёлся один парень и одна девушка. Девушка выглядит старше, мне так и надо было. Да, на суде заключается в том, что они будут казаться, как будто они пара. С момента актёр будет разговаривать. Последующая игра, когда возможно... Ну, жесть, ничто, что «Школьник снимает». Да мы сами. Поэтому всем приятного просмотра. Будем покупать презервативы, пара. Дальше они идут в магазин. Покупают этот презерватив. Короче, девушка и мальчик. Тебе сколько лет? 14. А тебе? 15. В общем, мы сейчас будем покупать презервативы. То есть они будут покупать презервативы. Посмотрим, что получится. Возьмите за ручки. Всё, погнали. И что самое забавное, что это прокатит, потому что они ещё не взрослые люди. И презерватив – это забавно, потому что нужно что-то в первый раз попробовать. В этом какая-то есть фишка. И ему интересна реакция кассирж. Именно кассирж. Больше никого. Ну, дальше я не стал видео смотреть, только я этот видос посмотрел половину и мне хватило. То есть у меня вызывало улыбку, но мне это не было смешно. То есть, ну как это может быть интересна реакция кассирж? Но что мне хочется похвалить этого автора, что люди, которые не использовали ни разу презерватив до 18 лет, это смотрится ещё классно. То есть, для своей аудитории это ещё смотрится интересно. А с презервативом, что забавно, что когда вам ещё нет 18, ну, когда вам не было ещё 18, то хотелось всегда что-то попробовать как в первый раз. И в этом видео, наверное, что-то интересное, что продавщица, посмотрев на этих детей, которым нет ещё 18 лет, она говорит, а им вообще есть 18 лет? На этом видео я хочу закончить. Спасибо, что вы смотрели моё мнение о пранке. То есть, оно было моё объективное. Я считаю, что такой формат имеет право на жизнь. Но я считаю, что те пранки, которые плачевно могут закончиться, их нужно, я считаю, тщательно продумать, чтобы они для пранкера плачевно не закончились. Есть, конечно, много других пранков, которые безобидны и могут плачевно не закончиться для пранкера. И кто помогает автору в ролике. Ставьте лайк, либо дизлайк. Подписывайтесь, кто хочет на мой канал. Ждите следующий видос. Я думаю, он будет уже на этой неделе. Всем пока!